Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания Орленок ТВ программа «Всем плюс» о самых заметных событиях минувшей недели в студии Ирина Калищук. В начале выпуска коротко о главных темах. На избирательных участках аншлаг времен социализма. Мы выбираем, нас выбирают. Россияне исполняют свой гражданский долг. Мы рулим на выборы. Им нет 18, но они проходят выборный марафон. Молодежь Новомихайловского учится выбирать. Молодежь – это наше будущее. Все равно когда-то вместо нас они придут. Молодым везде у нас дорога. Старикам везде у нас почет. Молодежь смещает взрослых и садится в кресло власти. Вот именно нам хотелось посмотреть, а как же это на самом деле. На старости лет бомжи или... Дети забыли, дом продан, мать брошена. Частная проблема получает резонанс. Да не знаю, что мне когда это нужно сказать. Об этих и других событиях в программе «Всем плюс». День всеобщего российского голосования завершен. По предварительным данным, партия «Единая Россия», избирательный список которой возглавляет президент Российской Федерации Владимир Путин, получила 63,1% голосов избирателей. Второе место заняла КПРФ. Она набрала чуть более 11%, сообщает ЦИК, после подсчета 72,5% голосов. В Госдуму также проходит ЛДПР 8,7% и «Справедливая Россия» 8%. Что касается референдума по вопросу объединения города Туапсы и района, то он состоялся. После обработки данных 21 избирательного участка, сообщает территориальная избирательная комиссия Туапсинская районная, за объединение проголосовало более 50% жителей региона. Выборы депутатов ЗСК завершились победой регионального отделения партии «Единая Россия», на второй строчке местное отделение КПРФ, за которую проголосовало 15% избирателей. По одномандатному 32-му горному округу, по предварительным данным, победил генеральный директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус. За Александра Васильевича проголосовало почти 64% избирателей Туапсинского и Абширонского районов. В адрес генерального директора «Орленка» поступают поздравления от коллег, друзей и сотрудников центра. Но первый день после выборов Александр Джеус начал, как всегда, с рабочей планерки. Затем обратился к избирателям. Во-первых, я хочу выразить слова искренней благодарности всем людям, кто отдал голоса за мою кандидатуру. И хочу сразу сказать, что это налагает на меня особую ответственность за те дела, которые должны будут быть выполнены в течение пяти лет. Вот те встречи с избирателями, их наказы, их проблемы и нужды, они остаются первоочередной задачей для их решения. Но я хотел бы сразу сказать, что, не всякого сомнения, одному человеку очень сложно решать все задачи. Поэтому мне нужна будет помощь избирателей, помощь депутатов различных уровней муниципальных образований, местных властных структур и просто жителей, которые бы могли поднимать стоящие перед ними проблемы и помогать мне их решать. Я же обещаю всем избирателям, теперь уже в качестве депутата законодательного собрания, очень честно и порядочно исполнять свой долг человека, который избран народом. И хотел бы сказать и моим оппонентам, что мы все жители одного избирательного округа. И неважно, у кого есть какие политические пристрастия, но все-таки главная наша задача – это работать на благо жителей. И поэтому отбросить все пристрастия, симпатии, антипатии нужно включиться в одну общую работу. Вот я настроен именно таким образом работать со всеми жителями. И неважно, голосовали ли они за меня или нет. Но еще раз хочу подчеркнуть, что с чувством особой благодарности я отношусь к тем людям, которые доверили мне, и с чувством особой ответственности, потому что доверие всегда обязывает очень сильно. И я буду стараться это доверие оправдывать, так же, как оправдывал его все эти годы на посту руководителя Всероссийского детского центра Орленок и одного из руководителей регионального отделения партии «Единая Россия». Россия побила рекорд явки избирателей. Активность превысила показатели, зафиксированные на думских выборах в 2003 году. Четыре года назад итоговые показатели составили 55,75%. На этот раз на избирательные участки пришло более 60% электората. Рекорд явки зафиксирован в Чеченской республике. Там проголосовало 99,2% избирателей, как голосовали в Новомихайловском городском поселении прямо сейчас. На участок, как на праздник, такой радости по поводу выборов давно не наблюдалось. Старики говорят, всеобщее ликование в такие дни было лишь в годы социализма, когда на участки приходило минимум 99,9% избирателей. Сегодня же такой день, я ее давно ждал, когда он наступит. Вот как раз наступил сегодня. Поэтому я очень рад. И очередь такая большая, посмотрите, да? Это ваши все. А это хорошо, что очередь? Очередь – это хорошо, что люди все-таки хотят все это делать. Чтобы у нас были какие-то перемены, лук к лучшему все это делать. На участке столпотворения – очереди стили времен всеобщего дефицита. Чтобы получить заветный бюллетень, приходится проявить выдержку и постоять. Сегодня избирательный участок. Мы открыли 8 часов, но уже без 15,8, это примерно человек 30 стояло и ждало, чтобы отдать свой голос избирателю. Такой явки, я уже работаю более пяти лет в представительном комиссии, но такого не было еще. У кабинок для голосования тоже очередь. К исполнению своего гражданского долга избиратели относятся ответственно. Бюллетеней несколько. Жители района выбирают депутатов Госдумы, законодательного собрания края и участвуют в референдуме. Решают судьбу объединения города Туапсе и района. Поэтому и времени тратится много. Но на очереди никто не ропщит. Очередь. А это о многом говорит. Это говорит о том, как люди идут. И замечательно. Вообще, знаете, так неуловимо витает все-таки атмосфера праздника. Как ни странно. Если бы еще погода немножко была такая, по крайней мере, я могу сказать только за себя. Что у меня, знаете, матово, что на самом деле ощущение праздника. Я без громких слов, вернее, громкие слова не боясь. Говорю, что я чувствую причастность к чему-то очень большому. Я настолько уверен в этом, в этой светлости какой-то, которая будет. И вот ощущение праздника у меня прежде всего. На выходе из участка еще одно голосование. Теперь по инициативе тех, кто избирательного возраста еще не достиг. Активисты молодежного совета собирают подписи граждан. Мы собираем подписи в поддержку того, чтобы наша курортная зона стала курортной зоной федерального значения. Вы за? Ну, конечно. Общее единение народа витает в воздухе. Содействуют голосованию не только молодежь, но и коммерческие структуры. На один день они забыли о прибыли и начали работать за идею. Такси в день выборов со скидкой для ветеранов и инвалидов совсем бесплатно. Мне надо в Михайловку поехать. Пожалуйста. Сегодня мы вводим бесплатно в день выборов. Правда? Хорошо. Достаточно активно население вот в этой избирательной кампании. Это, наверное, исходит из того, что 99, наверное, процентов населения поддерживают курс президента, который возглавил партию «Единая Россия». И, наверное, отсюда активность такая людей. Старожилы говорят, что в Орленке давно такой активности на выборах не было. Поэтому это отрадно, что люди своим голосом пытаются и наверняка изменят ситуацию в стране. Пришел сам при виде родителей. Молодежь подхватывает выборный лозунг. Самым активным родителям и детям значок на память. У нас проходит акция по приданию статуса курортного, федерального значения. Если ребенку даем мы вот такой значок. Если он приводит родителя, то мы даем родителю вот такой значок. Призыв сработал. Родители пришли или вызвали представителей на дом. Переносные чемоданчики в этот день особо востребованы. «Очень много работы. Поступило более 90 заявлений на выезд. Вот у нас организованы две бригады. Первая бригада взяла 37 заявлений, вторая бригада 40 заявлений. Но заявления еще продолжают поступать. Так что это еще не конец». Впервые проголосовавших на этих выборах много. К ним особое внимание, обязательное поздравление и вручение подарка на память. «Поздравляю вас с первыми в вашей жизни выборами. Желаю вам активной жизненной позиции, счастья и успехов в службе. Возьмитесь». К вечеру у членов избирательных комиссий голова идет кругом. На этот раз работы как никогда. Шутка ли? На участке в день выборов пришло более 60% избирателей. 2 декабря 2007 года входит в историю Новой России как день, побивший рекорды явки избирателей. Ирина Колещук, Дмитрий Гришин, Олег Гилев, телекомпания Орленок ТВ. Молодежь новомихаиловского городского поселения ждать дня выборов, а тем более достижения избирательного возраста, не стало. 28 ноября будущий электорат прошел весь цикл избирательных технологий, начиная от выдвижения кандидата и завершая, собственно, выборами. О том, как голосовала несовершеннолетняя молодежь, Артем Дземин. Пять команд на маршруте из пяти станций. Территория игры ни много ни мало, весь Новомихаиловский. На каждом этапе конверт с заданием и шифровка. В ней местонахождение следующей станции. Он депутатом хочет стать, чтобы молодежи помогать. Страной и детством управляет Александрович. И мотоспорт он разбивает. В основе игры предвыборная кампания. Среди заданий узнать номера избирательных участков, количество избирателей, голосующих впервые, собрать подписи в поддержку строительства кинотеатра. Как подписи? Мы просто заходили и в магнит, мы где-то не были. Мы в автобусе, меня чуть не забрали с собой, в Геленджик, представляете? Я чуть не ехала в Геленджик, это просто кошмар, извините, у нас нет времени. Распишитесь, да. Нам уже почти 18, и скоро мы будем совершеннолетние, и приведем также на выборы в избирательные участки. Все это проводится специально для того, чтобы определиться, понять, что это такое, с чем его едят. На поиск ответов чуть больше часа. В распоряжении подростков любой источник информации. Местные газеты и справочные телефоны. Работники сберкома, администрация, мимо прохожие или родители. Мама, мама, алло, мам, где находится штаб Джейлса? Где находится штаб, Александр Алексеевича Джейлса? Мам, ну-ка быстрее, быстрее, быстрее. Сгутик, сгутик, бежим, давайте, пусть их. Где пройдем, бежим! Забираем тяжку! Игра проходит вообще в таком бешеном ритме, мы даже сами не ожидали. Ребята настолько загорелись. Что неудивительно, на счету кресло главы Новомихайловского. И не только главы. Приз команде-победительницы три часа в роли руководителей поселения. С правом отвечать на звонки, вопросы, листать важные документы. В общем, прочувствовать на себе бремя власти. Молодежь – это наше будущее. Все равно когда-то вместо нас они придут. И дай бог, чтобы это были местные люди. Дай бог, чтобы это были люди, которые будут готовы к этому, которые понимают, зачем они сюда придут, которые понимают технологии вот этой государственной власти и ответственности в том числе. Потому что не только в Швете есть красные, вернее белые, но есть и черные полосы, которые нужно. Причем черных власти больше, к сожалению, чем белых. Задание на время и сообразительность. Построить самую высокую башню. В качестве материала – скотч и агит-реклама. Нелегкое это дело. Делать выборы, признаются подростки. Тяжело. Чтобы выбрать, надо преодолеть многие препятствия. Ваше отношение к наглядной агитации? Бомба! Вот только руки уже болят. Им пока нет 18-ти. Нет и права голосовать. Не секрет, большинство из них предпочтет дискотеку к предвыборным теледебатам. Однако, привить интерес к политике подросткам можно. Играючи, например. Артем Демин, Сергей Колкнов, Роман Петров, телекомпания Орленок ТВ. Только голосованием молодежь Новомихайловского не ограничилась. На следующий день после выборных состязаний победители игры «Поиск» заняли кресло местной власти. Они заменили главу, его замов и сотрудников администрации поселения. Подробнее о дне самоуправления. Елена Скрипник. Сейчас раздам поручения. Лена, тебе надо подготовить статью в газету и дать интервью. Глава администрации Новомихайловского городского поселения Александра проводит первую в своей жизни планерку. Все поручения раздают четко и без лишних эмоций. Замы за роли второго плана на судьбу не обижаются. Говорят, главное, что именно их команда стала победительницей ролевой игры. И теперь власть в их руках. Хоть дело это и непростое. Все думают, что сидеть в администрации это очень легко, очень просто. Но на самом деле это не так. И вот именно нам хотелось посмотреть, а как же это на самом деле. На выяснение этого вопроса у Александры есть 120 минут. И первый его пункт относительно кресла она уже прояснила. Очень удобно. Хорошая креслица такая. По соседству в кабинете Сергея Василенко трудится Елена Александровна Калищук. Теперь ее очередь давать указания и следить за их выполнением. Сотрудники ОРК-отдела получают задание проверить готовность избирательных участков к выборам. Все серьезно и по-взрослому, несмотря на то, что это всего лишь игра. Нам нужна такая возможность, чтобы мы поняли, как здесь все устроено. Как что делается, на что творятся деньги. То есть теперь я понимаю, где и как, и что у нас проблемы в поселке. Как их можно решить. То есть мне кажется, это помогает нам понять, выжиться в роль. Пускай на каких-то два часа, но все-таки такая возможность бывает впервые. В ОРК-отделе кипят страсти по организации досуга молодежи. Новоиспеченные сотрудницы принимают звонки, составляют планы и документы. Все как одна, серьезным видом и в строгом костюме. Девчонки говорят, вопрос дресс-кода решили еще вчера. И несмотря на это, каждая из них до полуночи изучала свой гардероб. Переодевалась по нескольку раз. Такое было. Маму подключила, всех подключила. Шифонеры открываю. Смотрю в зеркало. Папа так смотрит на меня с недоумением. И такой, говорит, ты куда собираешься? Я говорю, папа, ты должен гордиться своей дочерью. Сегодня у руля власти одни девчонки на вопрос, где же сильная половина человечества, объясняют просто. Матриархат. Матриархат у мужская половина постоянных сотрудников администрации, конечно, рада. Но и к нему нужно привыкнуть, говорят они. Это создает соответствующие проблемы работы. Во-первых, не то, что количество, но красота девушки, конечно, сбивает тот темп, который был с утра. Можно так сказать. Но это похвально. Молодежь все-таки интересуется нашей работой. И я думаю, в дальнейшем будущем из этих девушек появятся новые специалисты, политики, которые приведут в нашу страну и наше поселение к лучшему будущему. Девушки в этом и не сомневаются. Они полны сил и решимости освоить нелегкий труд власть имущих. А пока вместе с действующим главой приходится осваивать офисную технику. Ну возьми трубку, да, ответь. Здравствуйте, администрация. А как принять факс? Факс? Ну, на зеленую нажми. И положи трубку. Как вы принять факс? Поверь, потом. Вот, видишь. По словам девушек, на достигнутом они останавливаться не будут. Уже сейчас в разработке новая деловая игра. И кто знает, может в следующей расстановка сил изменится коренным образом. Ну, думаю, вначале можно побыть и зам, а потом все-таки уже стремиться и стать главой. Елена Скрипник, Сергей Колтунов, Роман Петров, телекомпания Орленок ТВ. Орлята вышли на ратный бой. Последняя смена года стала экспериментальной. Ребята из детского лагеря Штормовой осваивают традиции средневековья. Изучают песни, танцы, обряды того времени. В центре всеобщего внимания – историческое фехтование. Принять настоящий мужской бой на железе – мечта любого мальчишки. Впереди у этих ребят настоящий рыцарский турнир. Пока же в руках деревянный муляж мяча. Если не навык обрести, хотя бы повторить пример инструктора. Телекомпания опасна, ребят. Сейчас этого много всего, компьютерных игр много. А вот потрогать все, во что ты играешь на компьютере, руками, подраться самому – это, конечно же, очень интересно. Ну, прикоснуться к истории, почувствовать себя человеком немножко не той эпохи – все это очень, конечно, интересно. Нынешняя смена с элементами стародавних традиций – эксперимент. Но в успехе ее организаторы не сомневаются. Нетленный символ романтики, мужества и чести, рыцарства вызывают у подростков неизменный интерес. Да, конечно же, это все новодел, да, это, конечно же, стилизовано все. Но, тем не менее, когда ребенок надевает на себя настоящий шлем, надевает на себя кольчугу из 23 тысяч колец, и он берет в руки меч, трогает это все, я думаю, что это, конечно же, очень необычно. Дево! 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 Выход на ресталище. Звездный час для современных рыцарей. Сражение по правилам рыцарских времен. Номинация «Меч-меч». За каждый удар – очко. Зона поражения – корпус, плечи, бедра, голова. Рыцарская жизнь нелегкая. В буквальном смысле слова признаются подростки. На плечах 30 кило брони. Шлем, кольчуга, доспех, рукавицы. Защитные пластины до 2 мм толщиной. А еще мячом рубить надо. Кстати, вопрос о травмах здесь считают надуманным. Безопасно на 100%, потому что защитное снаряжение, которое мы привезли, оно на 100% соответствует безопасности. То есть при попадании боец чувствует только то, что в него, собственно, коснулись. Само удар, он распределяется по снаряжению, безопасно. Бой! Орлята! 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 Ой, экстремально хорошо так. Ощущения жесткие. Вообще супер, класс. Мне нравится. Что чувствовали? Русские воины одевая доспехи и выходя на ратное поле. Уверенность в себе или безмерное чувство адреналина? Орлята знают. Вкус истории они ощутили на себе в полной мере. Поддержать себе в теплах! Артем Демин, Дмитрий Гришин, Роман Петров, телекомпания Орленок ТВ. Проблемы жителей побережья, получивших когда-то временное жилье на территории здравниц, продолжают копиться, как снежный ком. Здравницы меняют хозяев, переходят на рыночную колею, люди остаются без крыши над головой. На минувшую неделю в редакцию телекомпании Орленок ТВ пришло письмо от бывшей сотрудницы базы отдыха «Кубань». Анастасия Яковлевна Холминская просила помощи и решения жилищного вопроса. В проблеме разбиралась Елена Скрыпник. Ой, вот я такой ходок. Пока я поднимусь, пока разойду. На улицу я хожу с палочками, а тут я хожу с табаретками. Она прожила в этом доме 37 лет. Когда-то практически всем сотрудникам оздоровительного центра «Кубань» предоставляли временное жилье. Многое изменилось в стране с тех пор. Изменился и жилищный вопрос. Жильцам профсоюзной собственности в 2003 году предложили выкупить свои домики по оценочной стоимости. Ну, мне сказали 20 тысяч, там 19 с чем-то, там 18 процентов накрутили. Ну, в общем, 20 тысяч. А у меня этих 20 тысяч не было. Три тысячи пенсий я даже не получала. Надо же поесть и обуться, и одеться. И всё, я вот не платила и не платила. Вследствие чего дом был взят в аренду другим человеком. В этом году необходимые 20 тысяч женщина нашла. Вот только время ушло, и платить их теперь некому. А значит, дом вернуть уже нельзя. Так у меня же есть дети, у меня есть вот внуки. Так что же я прожила такую жизнь, и неужели я не заработала хоть что-нибудь им оставить. Мне отец ничего не оставил, ничего не дал. А я вырастила их. После многочисленных хождений по кабинетам администрации Анастасия Яковлевна отправила письмо с просьбой о помощи в телекомпанию «Орлёнок ТВ». С ним же наша съёмочная группа отправилась к главе Новомихайловского городского поселения Владимиру Неверкевичу. Она пишет правду, да, что ей 78 лет. Пишет, что она инвалид второй группы. Да, это правда. Но она ведь не пишет о том, что ей предлагали. Она ведь не пишет, что она отказалась от этого и не захотела. Ей сказали, подпишите договор аренды и живите сколько хотите. Она не подписала договор аренды. И всё равно её, и в этом случае, её никто не трогает. Она как жила, так и будет жить в этом домике. Её никто не трогает. И трогать её никто не будет. Говорят, нет ничего обиднее упущенных возможностей. В данной ситуации есть два выхода. Договориться с официальным арендодателем дома о перепродаже собственности или смириться с ситуацией и продолжать просто жить. Елена Скрипник, Сергей Колтунов, Олег Гилёв, телекомпания Орлёнок ТВ. 1 декабря весь мир говорил о СПИДе. О том, какую угрозу несёт он человечеству. В разных странах оплакивали тех, кто уже умер или смертельно болен. Чума 20-го, а теперь уже и 21-го века продолжает уносить жизни людей. Она реально угрожает человечеству. Лекарство от СПИДа до сих пор не придумано. Ежедневно в России выявляется более 100 новых случаев ВИЧ-инфекции. Сегодня в стране зарегистрировано около 360 тысяч людей, живущих в ВИЧ. Однако реальное число инфицированных по разным данным составляет от 800 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч человек. 80% больных – люди от 15 до 35 лет. Я уверен в том, что я не заболею, потому что я пользуюсь презервативами. И вообще там рекомендуют, чтобы был только один партнёр. Ну и наркотиками тоже не пользуются. Сейчас очень много молодёжи, которые не предохраняются и не проверяются. Вот поэтому он так распространён среди людей. О том, что в группе риска наркоманы, проститутки и гомосексуалисты знают все, что ВИЧ передаётся половым путём или через кровь тоже. Вот только редко кто задумывается, что среди ВИЧ-инфицированных есть люди, которые ведут обычную жизнь, ходят на работу, растят детей. История их болезни начинается с чистого листа. Хватило лишь одного контакта или одной пробы наркотика. Здравствуйте. Меня зовут Николай. Хочу рассказать вам свою историю. Шесть месяцев назад познакомился с девушкой. Я узнала свой анализ. Переждала ещё два раза. Результат тот же. Истерика. У меня брат позитивный. Уже больше 10 лет. Но ничего страшного. Двое детей. У меня паника. Помогите мне очень хорошо. Сегодня пришла в СПИК-лабораторию за результатом анализа анализа. Через два месяца после этого меня начал посещать в МЭС retirement, что, может, я ВИЧ-инфицированного после предыдущего контакта. Я выгодные решения rép OBD. Читатый, которую я проживу. Хочу утверждать, что могла, чтобы я проверял. До过 на результат. И была уверена, что ответок с сами. Человек, который считает, что он застрахован и уверен в 100%, что он не заболеет, наверное, человек, который не страхует себя и который, наверное, просто-напросто отсутствует, наверное, рефлекс, скажем так, самозащиты. Любой человек в жизни чего-то боится. И в первую очередь боится за свое здоровье. И в таком случае он, может быть, возможно, он просто не умеет, не знает способов предложения каких-то средств, да, защиты, презервативы там могут быть, какие-то еще средства, да. Либо он не знает, как это можно делать, если вспоминать подростков, которые у нас ВИЧ-инфицированы, да. Либо просто человек, ну, действительно, не думает ни о чем. Ну, таких людей не так уж много в нашей жизни. И таких, наверное, возможно, сложно чему-то научить. На Черноморском побережье вероятность заболеть ВИЧ повышается в разы. Только летом 2006 года на курортах Кувани отдохнуло почти 10 миллионов человек. Сколько было среди них ВИЧ-положительных, никто не знает. На данный момент на территории Туапсинского района зарегистрировано 115 ВИЧ-инфицированных. В том числе 17 человек было выявлено в этом году с нарастающим таким итогом. По каждому вновь выявленному случаю производится эпид-расследование. Проверить себя на ВИЧ может каждый житель побережья. Обследование проводится быстро и совершенно бесплатно. За все платит государство. В 2006 году только на выявляемость ВИЧ в Туапсинском районе было потрачено 79 тысяч рублей. Но люди не спешат в лабораторию. Как правило, о своей болезни они узнают случайно. Родом я с севера, приехал на юг, ушел в армию, служил на Северном Кавказе. Ну, практически нечего рассказывать. Недавно потерялся их родители и все. Удалось поработать, послужить по войне. Денису всего 28 лет. Он болен ВИЧ. О своем заболевании узнал, как многие, случайно. Попал в инфекционное отделение Центральной районной больницы поселка Новомихайловский с банальным отравлением. Здесь провели обследование крови и подписали вердикт. ВИЧ. Он инвалид второй группы по туберкулезу. Так что у него, видите, букет инфекций. ВИЧ инфицированный. Гепатит С. И туберкулез легких. В неактивной форме. Денис заразился половым путем. Ее звали Антонина. Она была немного старше. О своей болезни знала, но серьезного значения не придавала. Ну, она же сказал, вроде. Переводила все в шутку. Мне не верилось. Я пытался завести серьезный разговор на эту тему. Все переводила в шутку. Мы встречались. Мы были взаимопониманиями. Хорошо понимали друг друга. Она была немножко старше. Она научила и ходить на меня практически. Меня отказали обе новинь. Потихоньку, потихоньку. С палочкой, потом с костылем. Потом на улицу. Потом отобрала. И костыль и палочку. Пошли, говорит, гулять. Ну, так, в принципе, и по новой ходить начали. Недавно хотела ее проведать, съездить. Поехала. Сказали, умерла. Сейчас Денис находится в стационаре. Специалисты утверждают, при правильном лечении ВИЧ-инфицированный может прожить даже 15 лет. Денис верит в это. Хотя жить с таким грузом ему трудно. Пенсия по инвалидности мизерная. На работу инвалида второй группы не берут. Он часто стоит у окна и думает о своей жизни. Что успел, что сделал, что впереди. О своем интервью Денис попросил сам. Пусть люди знают, говорит он. Одного раза не бывает. Бывает первый и последний. Господи, будьте аккуратны. Думайте. Прежде всего думайте. Не бросайтесь на все спонтанно. Будете жить. Что еще я могу сказать? В Орленке стартовало открытое первенство по баскетболу. В нем принимает участие 10 команд. Студенты педагогического колледжа, фериала Сочинского университета курортного дела и туризма, вожатые центра, служба безопасности, команда поселка Новомихайловский. Открыли первенство чемпионы прошлого года команда СБ. Они сыграли с дебютантами этого года командой автобазы Всероссийского детского центра «Орленок». Счет игры 53-5 в пользу СБ. Во второй схватке студенты Новомихайловского обыграли вожатых «Орленка» со счетом 43-38. Соревнования продлятся до 21 декабря. Следующая игра уже в среду в 18.30 в спортивном зале школы Всероссийского детского центра «Орленок». Сначала система по круговой, в группах проходят две подгруппы, затем идут стыковочные игры на выбывание и, естественно, полуфинал, финал. На этом наша программа подошла к завершению. Мы прощаемся с вами, желаем всем телезрителям хорошего настроения, радости, удачи во всех делах и начинаниях. Следующий эфир телекомпании «Орленок ТВ» уже в четверг. Программа «Актуальный разговор» посвящена бюджету Новомихайловского городского поселения на 2008 год. Вопросы в студию можно задать во вторник и среду с 14 до 15 часов по телефону 91524. Будьте счастливы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»